Друзья, доброй ночи! Ну, вам как-то надо будет понимать, о ком мы говорим. Да, и это лингво-фонетическая игра или упражнение, как хотите называть, которое поможет вам запомнить весь кабинет министров на ближайшие годы, а то и на всю жизнь. Итак, приготовились? Внимательно, поехали! Хлопонин, Голодец, Сурков, Мединский, Абазов, Лавров, Ишаев, Говорун, Ливанов, Скворцова, доктор, Силуанов, Новак Федоров-Пучков, Максим Топилин-Сердюков, а еще Казак Мутко и Владимир Колоко-Лицев, Донской Шувалов-Соколов и Николай Никифоров. Я бы что-то получше сложил свою честь. Внимание, еще несколько фамилий. Белоусов, Коновалов, Дворкович, Мантуров, Рогозин. Ну, у меня какая-никакая рифма, но была. Это классическая, 17-слоговая хокко. Ну что ж, Анатолий, как всегда, выпендрился в хорошем смысле этого слова. Просто рифму не нашел. Хокко. Это профилактика, мы начинаем нашу программу. Вот. Кстати, тоже хокко. Тоже хокко. Нормально. Начинаем с хокко-профилактики. Поехали. Ну, мы сейчас не будем утомлять вас 17-слоговыми новостями и комментариями к ним подобными. Впрочем, есть же еще Танка. Там-то пятистрочная история. А есть еще Твиттер. Там ограниченное количество символов. 140 знак. Все. 140 знак. Итак, важные новости, друзья. Значит, мы попали, что в течение сегодняшнего программы мы... А, поздравим несколько, так сказать, новых... Я бы уже сразу поздравил. Давай сразу, да. Чемпиона. Мы чемпионы мира. По хоккею. Да ну, я тебя умоляю. Локомотив взял клубный чемпионат мира по пляжному футболу. Друзья, поздравляем от всей души. И вчера вся Москва гудела. Все кричали, Россия, вся Тверская. Буквально в смысле. Поэтому многие москвичи не спали, потому что вся Москва... Отличало по поводу хоккея было. Да. Я не знаю. В общем, гудела и гудела. Плюс мы чемпионы мира по хоккей. Вот это, понятно, что это общее место. Повторять это десятый раз, может быть, действительно... Да не грех повторить. Вот я повторю. Потому что как это... Хэштег... У меня есть твиттер. У меня есть твиттер. Хэштег «Красная машина». Сминающее все на своем пути. Перемалывающее и выплевывающее. Понимаете, финал чемпионата мира. Словакия. 6-2. Словакия. Перемалкивающее, как говорят специалисты в хоккее. Понимаете, все сборные. Отмечая главного творца этой победы. Этой победы. Плюс, на сегодня к нам придет Дмитрий Петрович Бак. Мы знакомы с ним по программе «Наука 2.0». Фантастический, удивительный филолог. Хорошо заинтриговал. Шикарный филолог. И все больнули. Разбудите детей, те, кто двойки имеет по-русски. Известно, и мы давно про это размышляли, что в связи с известными событиями в Москве, с гуляниями разного рода и так далее, проснулся в людях интерес к классике. Удивительно, что не только к русской, но и в широком смысле к советской. Готовится к переизданию собрания сочинений Абая Кунанбаева. Фраза «Мы прогуляемся от одного Александра Сергеевича до другого» вызвала просто неимоверный ажиотаж. Все пытались понять, кто такой второй? Да. А Александр Сергеевич второй все набирали, а потом выяснили, что это Грибоедов. Да, все узнали, что Грибоедов, оказывается, так же. И мы поняли, что интерес к русской классике, пускай таким образом, пускай как побочный продукт уличной активности, но он есть. И поэтому мы позвали Дмитра Петровича Бака, повторяю, удивительного специалиста по русской литературе. Мы поговорим про предтечь, а может и современников Александра Сергеевича, как минимум одного из. И вообще про перспективу русской литературы и про смысл. После этого продолжим рифмовать вместе с группой «Револьвер». А потом будет студентка четвертого курса Института туризма и гостеприимства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова